Здравствуйте! Я в эфире новости. С вами в студии Ирина Зайцева. Сегодня главная тема выпуска. В округе устанавливают новые котельные. Какие перемены ждут жителей? Маленькому Грише Шорникову нужна наша помощь. Мальчику необходимо дорогостоящее лечение. Совершенствует мастерство турнир по греко-римской борьбе собрал юных спортсменов в дворце спорта Надежда. Оснащение новым оборудованием учреждений здравоохранения Серпухова, обеспечение безопасности на водных объектах в зимний период стали главными темами еженедельного оперативного совещания. Оперативное совещание по поручению главы муниципалитета провел его первый заместитель Алексей Малкин, старшую медицинскую сестру больницы, поселка Пролетарский, Татьяну Евдокимову поздравили с юбилеем. Вручили благодарственное письмо главы за плодотворный труд и профессионализм в работе. Достигать высоких результатов, диагностировать заболевания на ранней стадии, успешно лечить пациентов врачам позволяет современное медицинское оборудование. Реализация этих направлений происходит в рамках государственной программы Московской области здравоохранения Подмосковья. И у нас на этот год запланировано 38 единиц оборудования. На улице Ворошилова в детском поликлиническом отделении номер один на базе Серпуховской областной больницы работает новый цифровой рентгенаппарат. Современное оборудование позволяет принимать до 45 пациентов в день, проводить широкий спектр исследований детям и взрослым, а самое главное – дает низкую лучевую нагрузку. До конца года точно такой же рентгенологический комплекс заработает и на улице Орса-3. В ближайшее время пациентов начнет принимать после капитального ремонта в рамках реализации президентского проекта здравоохранения и фельдшерско-акушерский пункт в Сьяново-2. А в Серпуховскую областную больницу поступили современные видеогастроскопы. Их преимущество – цветной экран, усиленная четкость, качество, размер изображения. Теперь врач может делать стоп-кадры и подробнее рассмотреть картинку. Процесс диагностики можно записать на карту памяти и пересмотреть. В стационаре появились сканеры для ультразвуковой диагностики, которые позволяют проверить сосуды, провести исследования поверхностных органов и костно-мышечной системы на высоком уровне. А в отделении неврологии – реабилитационный тренажер для разработки суставов. Он направлен на восстановление движений в нижних конечностях. Большое внимание не только здоровью, но и безопасности Серпуховичей, особенно на водных объектах в зимний период. Отделом ГОИЧС совместно с территориальными отделами администрации организовано приведение бесед с населением по разъяснению требований безопасного пребывания на льду, вопросам самоспасения, оказания помощи провалившейся под лед. Организована подготовка спасателей и техники к проведению аварийно-спасательных работ на водных объектах городского округа Серпуха в зимний период. На территории Серпухова более 60 естественных и искусственных водоемов. Каждый из этих водных объектов, включая реки Акайнара, будут ежедневно патрулировать сотрудники спасательных и экстренных служб. Работы по установке новых модульных котельных Серпуховского филиала «Газпром» теплоэнерго Московской области подходят к концу. Какие перемены ждут в связи с этим жители округа, узнавала моя коллега Инна Шейнина. В посёлке Пограничный установлена новая блочно-модульная котельная, которая будет работать в автоматическом режиме без персонала. В настоящий момент идёт сборка внутреннего оборудования котельной. Работы планируют завершить в ближайшие 2-3 недели. Для жителей микрорайона новая котельная – это ощутимые плюсы. Более новое оборудование, более незабитое оборудование, то есть новые теплообменники, новые насосы. Рассчитано плюс закрытие схем в домах, то есть более чистая горячая вода, которая будет не зависеть от котельной, а будет приготовиться за счёт теплоносителя в самих домах. Территория вокруг устанавливаемой котельной будет приведена в порядок силами «Газпром» теплоэнерго Московской области. Здесь была территория промышленной зоны, она немножко была заброшена, заросшая деревьями, ветками, поэтому вынуждены были всё спилить, территорию выровнять. Вот видно, что она здесь сейчас газонная трава посажена, бордюры, асфальт. В дальнейшем здесь будет вокруг неё ещё ограждение своё с видеокамерами, с освещением территории. В этом году также будут установлены новые модульные котельные на Подольской 57, в Большом Грызлово, в Шахтёре у дома 16D появится новый котёл наружного размещения, а на весенний 98-а также устанавливается новая котельная вместо старых 49-й и 38-й, которые будут ликвидированы. Я так думаю, что добросовестно свой век она уже отработала. Наверное, нужно уже переходить на более современное оборудование. Технологии шагают. Все новые котельные будут запущены в этом году под пусконаладку. Документальный ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год. В Серпуховской школе номер 18 сегодня состоялось открытие восьмых серпуховских рождественских образовательных чтений на тему «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». На мероприятие побывала и наша съёмочная группа. Рождественские встречи – это всегда разговор о важном и главном. В этом году на тему духовного выбора человека. Сегодняшнее мероприятие «Открывая чтение» и на протяжении месяца в школах, в детских садах, в других образовательных учреждениях, в воскресных школах будут проходить разные мероприятия. И это конкурсы чтецов, это сочинения, конкурсы рисунков, круглые столы, посвящённые как раз тематике чтения. «Отёжки вам умы, всегда в годящем вас встречайте, и хлебом слою привлечайте». Приветственное слово участникам форума сказал благочинный Серпуховского церковного округа. «Сердечно всех вас приветствую и с радостью передаю благословения управляющего Подольской епархии, архиепископа Подольского и Люберецкого аксии. В сегодняшний день по благочестивой традиции Московской области мы паки и паки собираемся в стенах этого учебного прекрасного учреждения, дабы положить начало открытия рождественских чтений на территории Серпуховского благочиния». На церемонии награждения отметили победителей и призёров муниципального и зонального этапов конкурса «Лучшая методическая разработка» и победителей муниципального этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». В этом году он посвящён 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Юные художники из обычных и воскресных школ рисовали святого угодника с мыслями о вере. «Моя учительница сказала, что можете принять участие в конкурсе по рисунку какого-то святого. И мы с мамой решили нарисовать. И мы нарисовали Сергия Радонежского. Он помогает в учёбе и во всём таком». «Ты ожидал, что ты какое-то место займёшь в конкурсе?» «Да». «Просто предложили нарисовать мой педагог по АИЗО. И я через некоторое время нарисовал Сергия Радонежского. Потом отправил. Ну, победил. Он является также очень великим человеком в православной церкви. Он много делал для народа. Но при этом сам жил без всякой роскоши, а большую часть даже своей жизни. Потом, когда он уже стал почевать, он так ушёл от обычного мира. Он жил в лесах, ходил там. Даже подружился с медведем, который был у меня на картине». Рождественские чтения проходят в течение месяца, предваряя праздник Рождества Христова. Закроются они в декабре в Москве в храме Христа Спасителя. На лице трёхлетнего Гриши Шорникова гемангиому обнаружили сразу после рождения. Чтобы справиться с патологией, мальчику необходимо проведение фототермолиза. Это болезненная процедура и дорогостоящая. Многодетной семье в одиночку не справится. Малышу Серпухову нужна наша помощь. Усидеть на месте хоть полчаса – это не про Гришу. То играть в мяч, то достать все машинки, то лепить из пластилина. А ещё всё прокомментировать и порассуждать на разные темы. Гриша – активный, любознательный и общительный малыш. Он с удовольствием входит в детский сад, а дома он как мамин хвостик, рассказывает мама Валентина. Гриша – третий ребёнок в семье. Ему три с половиной. С самого рождения у Гриши на лице гемангиома. Это доброкачественное сосудистое образование, появляющееся из-за эмбрионального нарушения развития кровеносных сосудов. Опухоль имеет вид красного багрового пятна, возвышающегося над поверхностью кожи. Уже в роддоме она увеличилась в размерах, лопнула губа, ребёнок не мог есть. Малыш плакал от голода и боли. А чем больше плакал, тем больше трескалась губа. Я уже знала, что такое гемангиома. У меня у знакомых у деток были гемангиомы. То есть меня это не напугало. Не думала, что такие страшные потом последствия от неё будут. Нас выписали домой, и это началось страшное. Там майские праздники, больницы не работают. У него прямо началось лопаться. Язвы такие вот прям всё. В мясо, просто всё в мясо. Он не мог есть. Он начал терять вес. Поставить диагноз и назначить необходимое лечение гормонами, чтобы остановить рост гемангиомы, а вместе с ней и непрекращающуюся боль младенцу смогли только на 18-й день в Российской детской клинической больнице. Лечение помогло, рост опухоли остановился. На улице взрослые прохожие часто интересуются, почему ребёнок такой чумазый. Пока Гриша маленький, он ещё не понимает, почему к нему возникает такой повышенный интерес. Тем более непонятно детям, что с Гришей. Мама с болью говорит о косых взглядах чужих людей и переживает, что будет дальше. Чтобы справиться с патологией и убрать гемангиому, Грише необходимо проведение фототермолиза. Мальчику уже провели сеансы в лазерном отделении. Это очень болезненная процедура, которую врачи проводят маленьким детям под наркозом. Но несмотря на свой маленький возраст, Гриша настоящий герой. Терпеливый малыш, который с первых дней борется со своей болезнью. Последняя операция была буквально 2 ноября. Он уже лучше её перенёс. Он проснулся, говорит, мне больно. Я говорю, Гриша, сейчас всё пройдёт. Но он уже посообразительный стал, уже начал понимать, что с ним происходит. Мне говорит, мам, я хочу посмотреть в зеркало. Я говорю, нету зеркала. Сейчас, говорю, в машину сядем, посмотрим. Ну, в машине мы забыли про зеркало. Пришли домой. Я зашла, там руки помыть. Он подошёл сразу к зеркалу и кричит мне, мам, опять красная. Вот тут я думаю, он, наверное, подумал, что у него всё прошло. Ну, я подошла к нему, смотрю, говорю, Гриша, у тебя уже меньше стало. Говорю, ещё несколько разочков полечим, ну и уже будет всё хорошо. Для достижения стойкого результата мальчику необходимо ещё много таких процедур раз в 2-3 месяца. К сожалению, по полису обязательного медицинского страхования родители могут получить только 2 процедуры в год, чего при таком объёмном образовании недостаточно. Для многодетной семьи сумма в 212,5 тысяч рублей слишком большая, хотя оба родителей работают. Ваша помощь, пусть даже маленькая, это шанс на надежду и беззаботное будущее маленького человека. Чтобы помочь Грише, отправьте смс на номер 4640 с любой суммой. Средство собирает благотворительный фонд «Линия жизни». В Дворце спорта «Надежда» прошёл турнир городского округа Серпухов по греко-римской борьбе. Он посвящён Дню народного единства. Илье Бирюкову 7 лет. В спортивной секции по греко-римской борьбе в 19-й школе занимается с начала этого учебного года. За два с половиной месяца ему уже удалось добиться результатов. У меня турнир «Байба». Мне понравилось в нём участвовать. У меня сегодня первый турнир, и в первом предденьке я выиграл. На поединок выходят как новички, так и опытные спортсмены. Цель соревнований – это развитие здорового образа жизни, повышение мастерства, выявление сильнейших борцов в каждой возрастной группе. Сейчас у нас проходит турнир, посвящённый Дню народного единства. Это традиционный турнир. Уже проводится седьмой раз. Где-то около ста участников у нас. Ну, разных возрастных категорий. Начиная от 2016 года и заканчивая самыми старшими участниками. Это 2005 год. Уже взрослые ребята борются. Здесь спортсмены из школы Олимпийского резерва. Команда из Москвы, Подмосковья и Тульской области. Турнир – это замечательная возможность для обмена опытом и оттачивания своих навыков. Занимаюсь вольной и греко-римской борьбой. Где-то 4 года. Мне это нравится, потому что в греко-римской борьбе можно показать всю свою силу и выносливость, и дух. Хотелось бы добиться звания мастер спорта. На открытии турнира присутствовали почётные гости. Ведущий специалист по развитию спортивной борьбы в образовательных организациях России Василий Цадыков и заслуженный тренер России Владимир Буторин. От лица главы городского округа пожелала удачи спортсменам Оксана Лебедева. Единство объединяет нас в спорте. Сегодня наш турнир объединяет сразу несколько городов. Это говорит о том, что сегодня вы получите прекрасный спортивный опыт. Я желаю вам успех, спортивных побед. Победители и призёры в каждой весовой категории наградили грамотами и медалями. За первое место спортсменам вручили и кубки. А на сегодня это всё. Далее прогноз погоды. Наши новости есть на сайте телекомпании, на сайте администрации, в социальных сетях. Будьте в курсе событий и оставайтесь на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Открыты вакансии инструкторов категории «С» в автошколе ДСААФ. Более полувека автошкола готовит водителей и специалистов транспортных средств. Если и ты хочешь стать частью её команды, приходи. Официальное трудоустройство и полный соцпакет. Обращаться по телефону 37 44 95 или 76 56 56. Натяжные потолки от установщика номер 1 нашего региона студии «Парсек» – это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков. Профессиональные монтажные бригады, собственное производство, контроль качества на всех этапах изготовления и установки, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке. Натяжные потолки от студии «Парсек». Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога. Вы можете заказать по телефону 76 48 48. Код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку.